было бы неплохо если бы мне какой-нибудь бы дропнул но я так понимаю что явно сегодня какой-то немой день одни какие-то батарейки падают ну 100 всех припасов это еще ладно хорошо пусть будет но один фиолет два синих там три синих ух ты боже ты мой нет 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 это и всем привет ребят с вами стар ванька и записываю новый ролик сегодня наконец-таки наступает тот самый день когда мы завершаем наш любимейший челлендж что-то он у нас немножечко под затянулся планировал я его набить намного таки намного таки быстрее но в общем и целом мои грубо говоря три дня превратились уже в чуть больше неделю сегодня у нас воскресенье 8 число и наконец таки мы сегодня с вами добьем наш любимейший челлендж откроем контейнеры ну и посмотрим что из них дропнется я надеюсь что у меня получится с этой катки 8 6 звезд поднять и никаких особо других проблем у нас не будет ну и прямо сейчас я бы хотел бы наверное таки также попробовать обсудить одну интересную тему надеюсь что это не будет просто потная катка если будет она потная то мне придется больше углубиться в игру и попробовать забрать это первое место потому что я не хочу катать еще один бой тут что-то рассказывать вам интересное хотелось бы сейчас прямо быстро углубиться немножечко в бой и рассказать также одну определенную тему про гаусс как вы знаете сейчас у нас в игре проходит день танкиста да вас даже могу поздравить с этим праздником потому что на день записи данного видеоролика именно таки данный праздник и имеется именно официальный день праздника 8 число в общем всех поздравляю короче туда-сюда но вы поняли короче что касаемо гаусса что касаемо гаусса что касаемо скидок многие ребята говорили что как только появятся резисты что как только наступят такие более глобальные скидки то гаусс перестанет тянуть будет довольно большое количество резистов у вас не будет получаться уже там нагибать все же типа рез есть значит гаусс не тянет но я вам скажу так гаусс то пушка которая по сути не боится резистов она при сводке дает большой урон и даже при тех раскладах то что если бы например бы сейчас в каждой матчмейкинговой катке были бы реза от гауса он бы все равно тянул да сегодня уже имеются моменты когда видны резисты да в какой-то степени бесят может быть такой момент что вас зафокусит просто быстрее из за того что будет противника резист у вас будет не такой благоприятный исходка в какой-то ситуации но в общем и целом короче говоря это абсолютно не проблема для данной пушки при всем том раскладе то что еще и у вас имеется хорек овердрайв и проблем нету никакой вообще против резистов пушка полноценно нагибает за счет своей сводки за своего чего всего нагиба но я вам хотел бы сказать что потихой все равно я для себя уже понимаю что нужно менять уже пушку начинает она мне как-то приедаться надоедать и грубо говоря думаю что где-то через месяц я уже точно если продолжу играть также на этой пушке просто перегорю и не буду ее вообще использовать поэтому я думаю что в ближайшее время уже буду возможно таки обкатывать на каких-то магнумах еще на каких-то других сетапах но и буду чередовать данной пушкой потому что грубо говоря я около пол полутора наверное даже ближе к двум месяцам вообще не менял данную пушку и по сути сочетания да были какие-то моменты когда этом одевал викинга чисто так по рофлу так все это время игралось исключительно на данном сочетании на хоре гауси она реально крутое она реально имбовое но мне безусловно нравится но все равно потихоньку уже начинаю понимать что она начинает именно таки надоедать при том раскладе то что у меня имеется грубо говоря full гараж имеется куча просто разных интересных сетапов а я просто сижу на одной имбе и и уже довольно таки продолжительное время не время вообще не меняем что касаемо данного боя пока я тут балаболил смотрю что все хорошо у нас продвигается резистов от гаусса к слову в данной катке нету хотя говорили что после скидок 50 процентных в каждой катке будет резисты да не спорю резисты появились но как вы видите не в каждом бою они имеются да я может быть если у ребят они имеются то они просто не берут этот резист понимая что он не настолько эффективный и нет от него такого большого смысла как например резист от какого-нибудь грамма рельсы или того же магнума магнум это наверное сейчас самый самый актуальный резист при любом при любом раскладе в любой битве он но я думаю что у 90 процентов игроков точно имеется потому что данной пушки страдать ну очень очень больно и сейчас в матчмейкинге и реально много кстати по поводу магнума я думаю что даже какой-то определенный видеоролик я запишу есть тема которую хотелось бы вам донести но явно не в данном видеоролике так перемещаемся уже полноценно я думаю бой осталось у нас минута 20 минута 20 до получения нашего контейнера xd конечно же в данном видеоролике он к сожалению не будет открыть я пока честно говоря ребят не решил как я буду данный контейнер открывать возможно такие отдельным видеороликом а может вместе с вами вы посмотрите на мою реакцию я открою его на стриме это будет как-то уникально в каком-то роде потому что я точно не видел чтобы кто-то так открывал контейнер xd я пока еще не решил но сегодня в честь набития нашего уже челленджа по старой доброй нагибаторской традиции мы возьмем и вместе с вами откроем наши контейнеры у меня их скопилось если не ошибаюсь больше 50 штук ну и посмотрим что нам дроп нет в прошлый раз когда мы открывали контейнеры грубо говоря где-то наверно таки недельки так три назад может быть меньше и честно говоря особо сильно не помню когда мы заканчивали предыдущий челлендж и открывали контейнеры мне упали довольно таки неплохие предметы ну и получаем и наконец-таки 70 уровень перемещаемся в гараж давайте откроем вот эту вот нагибаторскую цепочку посмотрим на то что уже 70 уровень имеется есть этот контейнер xd есть hunter prime и можно уже отправиться в гараж и посмотреть на тот самый контейнер xd есть такая вещичка но сегодня мы его открывать вместе с вами не будем но вы можете прямо сейчас поставить лайк написать комментарий как вы вообще хотите чтобы я открыл данный контейнер для меня это очень важная вещь и если вы хотите можем записать видос но мне так кажется что на стриме с реакцией это было бы вообще прям как-то по-своему уникально и было бы в какой-то степени также все это дело конечно же интересно но мы открываем с вами контейнеры 57 штук у меня имеется как вы видите сейчас приближенная такая уже более картинка контейнера и больше размер имеется именно таки самого контейнера когда он открывается 5 золотых ящиков не падает с первого со второго 125 ускорение не знаю наверное как всегда будем открывать тут по одному может быть еще чередовать с пятерочками пятерочки бывают неплохо дропают ну конечно я не буду тут сейчас надеяться на красные свечения отлично понимая что появился еще и контейнер xd это значит что чистота скорее всего красного и да и вообще всяких уникальных в простых контейнерах уже и снижена вот синяя падает батареечки я думал может быть красочка упадет и кстати контейнеры тоже открываться стали намного таки быстрее 3 дня премиум аккаунта к моим двум годам даже уже меньше где-то год и 6-7 месяцев остается у меня премочки прибавляется неплохо неплохо 47 контейнеров пока белое свечение с чем-то чередуется я не хотел бы открывать на пятерочку но сейчас можно уже попробовать 45 контейнеров у нас остается открываем пятерку ну и смотрим смотрим что будет падать три с половиной тысячи 125 мин x2 понятное дело двойной урон и 10 тысяч кристаллов ну такого конечно я точно не ожидал поэтому давайте еще одну пятерочку откроем три с половиной тысяч крик двойной урон до дэшки дэшки 50 батареек и 5 голдов я понял принял хорошо вы меня наверное таки не услышали давайте еще тогда пятерочку я хочу увидеть здесь какое-нибудь нормальное свечение но это явно и не белое и не зеленое но но похоже меня здесь никто не хочет услышать похоже мне никто не хочет дропнуть чего-то хорошего 25 контейнеров и до сих пор я ничего хорошего здесь не увидел почему если сравнивать с предыдущим открытием это прям вообще провал провалов 5 белых но извините меня но это конечно вообще жесть 5 белых подряд сейчас еще может быть здесь меня беличка немножко подсыпать да что-то какое-то открытие явно какое-то не бомбическое десять тысяч кристаллов после грубо говоря стрика из восьми белых если сейчас считать именно таки о 10 дней прямо но здесь при ней прямо это конечно неплохо это конечно тут даже я спорить не буду здесь не прямо краска мох наконец-таки мне дропает красочка которая у меня была не куплена если не ошибаюсь она стоила половина синего шара именно в них я исчисляю наличие сейчас своего кристального баланса в гараже по сути ни в чем другом я его и не исчисляю потому что все кристаллы которые у меня имеются потихой тратятся именно таки на покупку синих шаров и раздачу их ванн так много очень очень много красок но я не могу найти никакой нормальной поэтому давайте просто бы чуть было сейчас меня не забайте ли на открытие контейнера xd нет 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 друзья давайте вот без этого опачки фиолетик 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 эффект разряд я бы если честно даже бы хотел бы выбить может какой-то эффект выстрела на магнум потому что сейчас как вы знаете они уже появились и было бы неплохо если бы мне какой-нибудь бы дропнул но я так понимаю что явно сегодня какой-то не мой день одни какие-то батарейки падают ну что всех припасов это еще ладно хорошо пусть будет но один фиолет два синих там три синих ухты больше ты мой нет 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 это что это что молод блин ну почему почему молот молот но почему молот ну почему не мой страйкер но это круто это круто друзья я точно не ожидал здесь сейчас увидеть красное свечение боже друзья но это просто лукас просто лукас это второй xd предмет который мне падает из контейнеров и вот сейчас ребят представьте я бы открыл бы контейнер xd мне был баба упал бы например там молотно либо же какая-то пушка но сейчас шанс то что мне в контейнере xd упадет например мой страйкер уже на где-то процентов 5 больше друзья обязательно поддержите видос лайком но это просто бомба это просто бомба молот xd молот xd да не сказать что я прям сверх 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 рад но это явно не какой-то вулкан это не мамонт эта пушка которая сейчас при всех тех балансах в матчмейкинге довольно таки крутая и вот она мне дропает я уже хотел плакаться и говорить что это прям вот печальнейшие какое-то открытие контейнеров но вы просто посмотрите что мне сейчас выпадает выпадает молот xd что может быть круче что может быть просто круче я считаю что это очень достойная тема и давайте откроем уже дальше наверное таки контейнеры но для начала я думаю давайте все же оденем молота оденем сначала просто молотом оденем молотой xd оденем викинг xd и оденем одну интереснейшую краску где она диана где она моя красочка ну вот это вот уже смотрится куда куда красивее и куда куда лучше даже мне кажется ветеране это выглядит еще и поэффектнее гладиаторе тоже довольно таки прикольно смотрится ну что скажете друзья стоило ли она того это открытие я считаю что это очень достойно очень просто максимально достойное открытие и я сейчас реально очень даже доволен что наконец-таки спустя не знаю сколько открытий контейнеров за челленджи мне наконец-таки выпадает данный xd предмет и после фреза молот я считаю что очень даже достойно даже при всех тех раскладах то что я сейчас говорил почему почему именно молот почему не страйкер сейчас осознав все это я понимаю что это очень очень достойно давайте открывать дальше контейнеры 7 штук у меня еще осталось может быть еще что-нибудь крутое упадет но я точно уже не надеюсь на какой-нибудь на какое-то красное свечение считаю что одно красное то более чем достаточно это довольно таки бомбическая тема и это реально реально круто два контейнера у нас осталось но было очень большое количество белых свечений безусловно было очень большое количество белых свечений и должно было что-то упасть я думал упадет золотое упала красная это жестко это реально жестко и это реально круто друзья на этом данный видеоролик подходит концу не забывайте ребят подписываться на канал если вам нравится в видеоролике которые я записываю прожимать свой палец вверх также нажимать на колокольчик дабы не пропускать новые видеоролики ну а с вами был мистер ванька вот такое бомбическое открытие всем удачи и всем пока а